Всем здравствуйте и всем привет! Hello everyone! So today we are going to learn some English with Taylor Swift song Cardigan. С точки зрения грамматики, эта песня намного легче, чем The One, которую я разбирала ранее. Если вы еще не смотрели это видео, ссылка будет в описании, обязательно чекните после просмотра данного видео. Относительно этой песни будет много разбора vocabulary, иногда что-то будет просто на экране, поэтому внимательно читайте. И я буду в основном говорить про разные отсылки к другим песням Taylor. Единственное, я не упоминала песню Бетти, потому что я хочу проследить связь между этими песнями, когда я буду разбирать, собственно говоря, песню Бетти. Надеюсь, вам понравится и поехали! Первый куплет. Ти сленговый укороченный вариант, это слово тишерт. Таким образом, что мы имеем? Винтажная футболка, абсолютно новый телефон, на высоких каблуках по мощенной дороге. Когда ты молод, они полагают, они считают, то есть общество, люди. Ты ничего не знаешь. Тейлор в этих строчках представляет перед нами свою лирическую героиню, потому что она не такая простая девушка, потому что у нас тут сочетание винтаж, ти, чего-то старого и чего-то brand new, абсолютно нового. И далее. Определённая отсылка, мы можем это связать с песней Тейлор, Only the Young. То есть в этой песне и в этой строчке Тейлор противопоставляет общественному мнению, действительно, роли молодёжи в обществе. И Тейлор как раз настаивает на том, что Only the Young can run. Она поёт песню Only the Young. То есть за молодыми будущее. И то, что они полагают, что молодёжь ничего не знает, это неправильно. Чтобы понять словосочетание sequent smile, определимся к слову sequent в форме существительного множественного числа, то есть sequence и sequence означают блёстки. Словарь даёт определение слова sequence больше как блёстки на одежде, но Тейлор скорее использует это слово тут как синоним слову glitters, который означает блёстки, но именно вот блёстки на коже. Или когда дети рисуют, они используют тоже glitters это называется. Таким образом мы имеем тут улыбку, покрытую блёстками и чёрную помаду. И можно предположить, что этот образ является референс к образу Тейлор на Мэтт Галла 2016. Sensual politics. Не менее интересное словосочетание. Начнём со слова sensual. А вообще оно означает expressing or suggesting physical, especially sexual, pleasure or satisfaction. То есть переводится у нас как плотский, чувственный. И существует два варианта интерпретации данного сочетания. Я более склоняюсь к первой интерпретации, которая заключается в том, что sensual politics это отсылка к феминистской книге sexual politics. И также это скорее всего связано с тем фактом, что Тейлор была a victim of sexual assault. Второй вариант интерпретации данной фразы связан с тем, что Тейлор относительно недавно стала прямо высказывать свои политические воззрения. И далее повторяется строчка when you are young, they assume you know nothing. Chorus. Prepare. Тейлор тут упоминает американскую компанию и произношение Levi's, не Levi's, Levi's. Также у нас тут немного грамматики, неправильные глаголы, to know, know, new, known и to drink. Drink, drank, drank. Думаю, смысл данных строчек ясен, не буду тратить время на перевод. И дальше Тейлор поет. I knew you, hand on my sweatshirt, baby kiss it better. А-а-а-ай. Все очень просто, слова вы видите на экране. С грамматической точки зрения, тут интересно слово better, это сравнительная форма прилагательного good. Yeah, good, better. И у нас superlative, это the best. И далее идет рефрен. Oh my goodness, как тут низко поет Тейлор. Anyway, нам тут интересен глагол felt, это вторая форма глагола feel. Feel, felt, felt. И да, Тейлор просто тут сравнивает себя со старым кардиганом, про который все забыли. Да, он лежит под чьей-то кроватью. Далее. You will put me on and said I was your favorite. Как-то так. To put on, да, надевать. A friend to all is friend to none. Chase the girls, lose the one. В первой строчке остановимся на слове none. Это местоимение, pronoun, которое означает not one or not any. И как пример, как можно использовать это слово. None of my children has blue eyes. Или is there any more orange juice? I'm sorry, there is none left. То есть Тейлор пойдет о том, что друг для всех, это друг для никого дословно, да. Если ты дружишь со всеми, это значит ты не дружишь ни с кем. Или если ты являешься другом всех, то ты являешься другом для никого. Chase the girls, lose the one. Просто является свидетельством той истории, которую придумала Тейлор в этом альбоме. Мне она сказала, что в некоторых песнях затронут любовный треугольник. И далее. When you are young, there is you, you know nothing. Далее идет коррес, который немного меняется. What I knew you, playing hide and seek, and giving me a week and I... Обратим тут внимание на слово hide and seek. Это просто игра в прятки. Но я знаю тебя, играющего в прятки и дословно отдающего мне свои выходные. То есть проводящего со мной время в свои выходные, просто выходные. I knew you, your heartbeat on the highline, once in twenty lifetimes, I... Highline это определенное место в Нью-Йорке, и Тейлор знаменита тем, что она любит упоминать Нью-Йорк, ее любимый город. И у Тейлор определенно есть любовь к цифре 20, потому что в предыдущем альбоме Lover, а в одноименной песне есть строчка Have I known you twenty seconds or twenty years? Или в песне Daylight. I've been sleeping so long in a twenty-year dark night. Далее рефрен, который такой же, и bridge. Тут интересно слово downtown, которое переводится как центральный, то есть бары, находящиеся в центре города или downtown, еще как действительно переводится деловой квартал. Обратим внимание на глагол drew. Это second form of to draw, вторая форма drew, и третья drawn. Now I'm bleeding, present continuous, msr, verb ing. To bleed, глагол означает истекать кровью. You dress stars around my scars, but now I'm bleeding. Ты нарисовал звезды вокруг моих ран, но сейчас я истекаю кровью. Because I knew you, stepping on the last train, Mark me like a blood stain, I... Ну, я знала тебя, то step on, вступать, да, вступающего на последний поезд. Mark me like a blood stain. Глагол to mark означает отмечать, помечать. Тейлор любит использовать метафору a stain как influence, как влияние. Допустим, в песне clean. You are still all over me like a wine stained dress. Или в песне dress. You made your mark on me a golden tattoo. Таким образом, у нас тут что-то а-ля... Ты оставил на мне след, словно кровавое пятно, да? Ты оставил на мне след кровавым пятном. I knew you tried to change the ending, Be the losing man in the eye. Окей, на протяжении всего разбора я пыталась сдерживать себя и не упоминать связи этой песни с другими песнями из альбома Folklore, но тут я не могу не сказать. Try to change the ending – это абсолютная связь с песней Exile, одна из моих любимых. В этой песне есть потрясающие строчки. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. Обратим внимание тут на слово tried, а именно на spelling, так как грамматически тут, в принципе, еще просто, по-симпл, да? Да, у нас тут в I меняется на I. Peter losing Wendy. Of course, тут говорится о Питере Пене, о истории о Питере Пене. Честно не знала, что изначально Питер Пен был пьесой. То есть в 1904 году появилась пьеса, в 1911 году автор, скорее всего, переработал ее как novel, как роман. И в целом, если вы смотрели клип Cardigan, там столько-столько отсылок к Питеру Пену, и очень рекомендую вам посмотреть видео, разбор этого клипа. Ссылку кину в описании, там очень много всего интересного, очень много Easter eggs, пасхальных яиц, да, пасхалок. Тейлор спрятала в данном клипе. I knew you, living like a father, running like a water, I... Глагол to leave, покидать, leave, left, left, на всякий случай напомню, вторую и третью форму. И что тут у нас? Я знала тебя, или я помнила тебя, уходящего, то есть покидающего, я бы сказала, да. Я помню, как ты покидал меня, как отец, убегал от меня, как вода. Далее вновь повторяется строчка. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you'd linger like a tattoo kiss. I knew you'd haunt all of my waters. Начнем со слов. To linger. To take a long time to leave or disappear. То есть задерживаться. Глагол to haunt. Я думаю, свистисы знают это глагол благодаря песне Taylor Haunted. Но на всякий случай, да. Не давать покоя, преследовать. Иногда это может быть про привидение. И тут у нас интересная грамматика. I knew you'd linger, I knew you'd haunt. I knew you would, and I knew you would haunt. И тут у нас после past simple, I knew, идет future in the past. Это просто вместо... Это как future simple, да, только вместо will у нас will. Это would plus infinitive. Очень красивые строчки. Я не буду говорить примерный или возможный перевод данных строчек, потому что I don't wanna ruin the beauty of these lines, of these lyrics. The smell of smoke would hang around this long Cause I knew everything when I was young Запах дыма сигарет Would hang Again, future in the past Hang around Висеть вокруг, дословно. И далее Cause I knew everything when I was young Taylor наконец-то впрямую говорит, противопоставляет этому общественному мнению, о котором мы говорили ранее. Я знала все, когда я была молодой. I knew you'd curse me for the longest time Chasing shadows in the grocery line I knew you would curse Again, future in the past To curse Ругать, проклинать The longest superlative Превосходная степень Да, у нас long, longer, the longest To chase shadows Преследовать тени Grocery Это магазин Духтовый магазин И line Как you Очередь Таким образом, то chase shadows В прямом смысле переводится как Преследовать тени Но в британском английском To chase shadows means To try to achieve or find something That is impossible That is impossible Or doesn't exist То есть пытаться найти что-то, достичь чего-то, что невозможно или что не существует Также это является отсылкой к Питеру Пенну, где Питер и Венди гоняются за его тенью Я честно не помню этот момент в Питере Пенне и в целом, наверное, не очень помню мультик, книгу я не читала Но Genius, на сайте Genius, на который я ссылаюсь, написано То, что после того, как она пришила к нему эту тень, она говорит ему, что ей пора повзрослеть И вот тут получается у нас Chasing shadows In the grocery line И grocery line Это как иллюстрация взрослой жизни Символ взрослой жизни I knew you'd miss me once the thrill expired And you'd be standing in my front porch light I knew you'd miss, I knew you would miss Thrill Трепет, волнение, возбуждение, удовольствие To expire Исчезать Угасать You'd be standing You would be standing Не знаю, говорят ли Future continuous in the past Но тут у нас получается да Would be Глагол с ing Нормальный future continuous был бы Will be Глагол с ing Front porch Или просто porch Крыльцо I knew you'd come back to me I knew you would come back to me Я знала, что ты вернешься ко мне You would come back Возвращаться И песня совершается рефреном, который мы уже с вами ранее разбирали Если вы досмотрели это видео, я вас поздравляю И огромное-огромное вам спасибо за это Пожалуйста, дайте знать в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным И до новых видео До новых видео До новых встреч пока Субтитрыnotr